ПОКЛОННИК С КЛАДБИЩЕ Могилами рассматривали памятники и вдруг рядом с одной могилкой Света остановилась. Я подошла к ней и увидела, что она смотрит на фотографию на памятники. Молодой симпатичный парень 30 лет в военной форме, улыбающийся, с вьющимися светлыми волосами. Настоящий русский богатырь. Свете как раз таки всегда нравились. Вот и сейчас она долго не могла отойти от могилки. Даже немного всплакнула. Мы еще немного постояли и пошли домой. Прошло несколько недель. Мы со Светой возвращались на электричке с моей дачи. Вышли на московском вокзале. И там к нам пристала молодая цыганка. Дайте вам, Льва, я все расскажу. Все желания исполнили. И вдруг к ней подбежала старуха-цыганка. Что-то резко сказала на своем языке. И молодая тут же испарилась. А старуха медленно, осторожно, словно боясь чего-то, подошла к Свете и сказала. Мы со Светой обе расхохотались. Старуха из-под лобья глянула на нас. Мы со Светой вдруг, как по команде, вспомнили тот ясный июньский день. Кладбище. Могилу молодого человека. Какой еще покойник? Что вы себе позволяете? Неуверенно возмутилась Света. Старуха только отмахнулась. Согласно, старшим, как он. Молодого парня, как и сестра, милого и сила. Он собрался. И судьбы на моем, в широком плече, в форму на нем военная. А спала, за такую шуму, а не пришлось, что мне их делали. Тут мы обе не нашлись с ответом. Старуха рукой махнула. Ладно. Отваживай он тебя. Дай ему путь. День, конечно, паспорт. Будешь в вас, конечно. Но не ответственность для вашей судьбы. Сначала ты его за собой поздоровал. А то он тебя за собой потянет. Что тут говорить? В тот день мы расстались с солидной суммой. Но потом Света призналась, что после встречи с цыганкой вдруг почувствовала себя очень легко. Словно с ее плеч камень свалился. Вот и не верь после этого в цыганскую магию. Конец истории. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»